Всем привет, друзья! Ставка 30 тысяч рублей на Лигу Чемпионов в матче вторника, уже вышло первое видео вчера, и вот второе видео, и сегодня еще будут выходить прогнозы на матчи среды, тоже обязательно посмотрите. Так что подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили удомления о новых выпусках. Не забывайте про нашу беседу в Телеграме, где мы общаемся на тему ставок, там уже практически 500 участников, и о моем Телеграм-канале, где дополнительные бесплатные прогнозы по ссылке в описании. Розыгрыш 500 рублей, условия простейшие. Первое, подписаться на мой YouTube-канал, второе, поставить лайк под этим видео, и третье, написать минуту первого гола в матче PSG Manchester United, человек, который угадает первым выполнить все предыдущие условия, он получит 500 рублей. Я, кстати, буду проводить стримы на Лигу Чемпионов во вторник, возможно, даже несколько стримов будет, так что все обязательно приходить. Итак, Барселона играет против Фрэнс Вареша. У Барселоны через 4 дня матч Эль Классика с Реалом, но все равно времени, чтобы восстановиться, будет достаточно, к тому же у Реала будет в среду поединок Лиги Чемпионов тоже. Поэтому Барселона, я думаю, выставит основной состав, к тому же в прошлый поединок в Ла Лиге 1-0 Хитафи уступили. Нужно подойти к матчу против Реала в позитивном настрое, а лучший способ это сделать, это одержать победу над Фрэнс Варешем. Фрэнс Вареш, в общем-то, турист в Лиге Чемпионов, наверное, самая слабая команда. Чудом они прошли в групповой этап, но они вообще не должны были проходить. Сейчас вот эти все новые жеребьевки и так далее. Повезло им, играли хуже Мельди, но удалось им пройти благодаря гостевому голу. 3-3 сыграли на выезде и 0-0 дома с Мельди, при том, что там судейские ошибки были в первом матче, когда ворота в Мельди ставили пенальти, ворота Фрэнс Вареша нет. Но, в общем-то, я не сомневаюсь в том, что Барса без проблем одолеет эту команду. Линия, понятное дело, просажена. Я думаю, что Барса уже активно начнет первый тайм. Например, все четыре гола ворота у Вильериала Барселона уже в первом тайме и забила. Ворота Севилья они в первом тайме и забили. И матч против Сельты по итогам первых 45 минут уже вели в счете. Поэтому моя ставка первый тайм в форме минус один на Барселону за коэффициент 1,65. 2900 рублей я ставлю. Латсу играет против Баруси. У Латсу, как и у Баруси, есть потери. У Латсу не сыграет, наверное, лучший центральный защитник Луис Филипп. И также атакующий крайний полузащитник Лацари. Что касается их выступлений в этом сезоне, то они безобразны. Всего лишь три матча команда провела. 1-4 уступили от Аланти, 1-1 сыграли с Интером и 3-0 загорелись с Андори. Причем абсолютно по делу. Что касается Баруси, то они 3-0 обыграли Гладскую Баруси. 2-0 уступили Аугстбургу и 2-3 в Суперкубке Баварии. Но в последних двух матчах одерживают победы. 4-0 над Фрайбургом дома. И на выезде 0-1 над Хофенхаймом, которую они уже давно не могли обыграть. Есть, конечно, у Баруси потери, я уже сказал. Но Холланд, Ройс, Санчо в строю по составу, по классу Баруси сильнее. Стартовали в своем чемпионате незначительно лучше, чем Лацо. Лацо, конечно, может забить и создать проблемы с Дорхмансом. Но при этом Лацо часто проваливается, играет ненадежно в обороне и много пропускает. Поэтому я вообще думаю, что матч будет результативным. Но возьму индивидуальный тутал Баруси, больше полтора, коэффициент 1.71, 2800 рублей оставлю. Челси играет против Сивили. Сивили гораздо более организованная команда, нежели Челси. Именно поэтому они выиграли Лигу Европы в этом сезоне. Именно поэтому они не проиграли в Барселоне и Баварии в основное время. Сивили действительно хороша. Не нужно смотреть на их матч против Граната. Там они 1-0 уступили, но многие лидеры не вышли в старте. Плюс была красная карточка. Лучше обратите внимание на то, как Сивили играла против Барселоны на Кампноу. 1-1 они с ними сыграли. С Бавари, с сильнейшим клубом Европы. 1-1 в основное время. И как они обыграли, например, в полуфинале Лиги Европы в Манчестере Юнайтед. 2-1 и там все было тоже, на мой взгляд, по делу. У Челси же травмирован ставшим основным вратарем Минди. Кепа в его отсутствии играет неуверенно. И вообще оборона Челси играет безобразно. Марк Салонс еще травмирован. У них 3-3 в этом сезоне в ВПЛ Челси сыграл с Султ Гемптон в прошлом туре, а до этого с Весбромичем. Безобразная игра в обороне, просто безалаберная. 1-1 сыграли с Тоттенхэмом в Кубке Лиги в основное время. При том, что Челси был сильный в состав, а Тоттенхэм очень сильно его ротировал. Так еще и по пенальти в итоге уступили. И 0-2 поражение от Ливерпуля. Челси действительно плохо играет. Команда перестраивается. Да, накупили хороших футболистов. Но пока что организации никакой нет. Поэтому я считаю, что у Сивили хорошие шансы не проиграть. Две ставки на этот поединок. Сивили не проиграет. Коэффициент 1.84. 2.600 рублей я ставлю. И индивидуальный тоттл Сивили больше одного. Коэффициент 1.83. 2.800 рублей я ставлю. И ПСЖ играя против Эмью. Как обычно, когда ПСЖ играют против Эмью, у ПСЖ есть потери. Так, в этом матче под огромным вопросом. Скорее всего не сыграют Верати, Маркиниус, Дракслер и Кера. Если последние двое не самые серьезные потери, то отсутствие Верати и Маркиниуса, конечно, может осложнить игру парижан. Плюс точно не сыграет и Карди. В этом поединке это тоже потери. С другой стороны, есть Мбаппе, есть Неймар. Футболистов такого уровня у Манчестера Юнайтеда нет. И, в общем-то, в последних пяти матчах парижане снова встали на победный путь, одерживают победы. Что касается Манчестера, то старт ВПЛ безобразный, очень смазанный. Да, в прошлом туре 1-4 одолели Нью-Кассел, но даже в том матче испытывали большие проблемы. И 1-1 счет держался вот уже там за 20 минут до конца поединка. 1-6 до этого уступили Тоттенхэму. Безобразная, безалаберная игра в обороне. Магуайр привозит и в сборной, и в клубе. В общем, какой-то ужас. 2-3 еле-еле обыграли Брайтон, где Брайтон пять раз попал в каркас ворот. И 1-3 уступили Кристал Пелос дома. Так что при всех потерях ПСЖ, они, на мой взгляд, явные фавориты этого поединка. Свои несколько голов они, безусловно, забьют. И должны одержать в Париже победу. Моя ставка P1 плюс Тоттл больше полтора. Коэффициент 1.84. 3 тысячи рублей оставлю. И Экспресс специально для вас. Лацо Борусси. Перуфора 2.0 на Борусси за коэффициент 1.59. Борусси выше класса. Лацо безобразно стартовала. И ПСЖ Манчестер Юнайтед, то, что ПСЖ забьет во втором тайме. Коэффициент 1.41. ПСЖ часто забивает именно во вторых таймах. И мы помним то, что в Лиге Чемпионов бывало то, что первый тайм очень малорезультативный. И основные голы приходились на второй тайм. Я думаю, что такая тенденция продолжится и сейчас. Поэтому беру это событие. Общий коэффициент Экспресса 2.24 ставлю 3 тысячи рублей. На этом все, друзья. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Переходите в Телеграм с дополнительными бесплатными прогнозами. Подключайтесь к нашей беседе по ссылкам в описании. Приходите ко мне на стрим. Участвуйте в розыгрыше 500 рублей. Успехов вам. Увидимся в следующих видео.